Всем привет! С вами канал Artmania. И сегодня у нас, как вы поняли, тема пойдет, как я переболела коронавирусом. Честно говоря, знаете, я бы никогда не подумала, что именно я переболею, потому что мы всегда сидели с ребёнком дома, мы одевали маску в лифте, выходили из подъезда в маске, перед магазином одевали маску, то есть прям всё. Прививку сделать от короны я не успела. Не успела, потому что я просто начну, знаете, рассказывать всё по порядку, как это было, потому что я не знаю просто, как это можно рассказать по-другому. Скажу сразу, я болела не сильно, то есть, ну, более лёгкой формой было это. Вот. То есть так получалось, что мы в конце июля плывём на теплоходе, и как бы я хотела сделать в июне прививку, но мама сказала, что там через две недели надо сделать вторую прививку, а после неё там сколько-то должно пройти времени, то есть ещё будет иммунитет довольно слабый. И у меня как раз уже не получалось. У меня получалось, что я делаю вторую прививку, и уже там вот-вот нам уезжать. То есть тоже могла цепануть. Ну ладно. В середине июля, где-то перед середины июля, наверное, приезжает свекровь. Я им оставляю пачку масок. Говорю то, что чтобы они одевали маску. Они, видимо, где-то не одевают, или, может, они привезли уже корону с электрички, я не знаю. Они уже здесь сидят, болеют. Ребёнок 4 года не заразился. Вот. Но я приходила к ним. Потом, значит, в какой-то момент она позвонила, они на несколько дней приехали, она позвонила, сказала, что ей очень плохо, они уезжают срочно, и я должна срочно прийти. Я прихожу, значит, то есть я жила всё это время у мамы, себя чувствовала, ну, довольно хорошо себя чувствовала. Вот. Хотя уже там к ним приходило раз в три, так точно. Я была без маски. Она периодически в маске была. Я думаю, странно, что такое. Почему она в маске-то ходит по дому? Ну, что-то странно. Думаю, может, герпус какой-нибудь там, что-нибудь. Я даже в голову не приходила, вообще ничего. Я, короче, приезжаю, на следующий день я просыпаюсь и понимаю, что у меня болит очень сильно горло. Ну, не очень сильно, но просто болит горло. Я начинаю, как обычно, его лечить мёдом. А на следующий день я просыпаюсь, у меня сильнее болит, как будто бы от мёда. Я опять мёд. Он ещё сильнее. Я понимаю то, что у меня горло мёдом я вылечить не могу. Вот. Я, значит, думаю, ну, ладно. Нам ехать, плыть скоро на теплоходе, вроде поболит, да перестанет. Потом, думаю, мужу скажу, он купит лекарство уже, и там на теплоходе, думаю, попьёте лекарство. Ничего страшного. Ну, как-то оно болит и болит, целую неделю болит, потом снова приезжает свекровь. Мы уезжаем на теплоходе, и в первый день, когда нам уезжать на теплоходе, у меня появляется сухой кашель. Сразу скажу, кашель последний раз у меня был, наверное, в детстве. И почему-то для меня кажется, что если сухой кашель, то это как бы не кашель, это просто. А вот кашель с мокрот, это да. И почему-то на тот момент мне показалось, что этот кашель нужно перевести в кашель с мокротой. Мы с мужем пошли в аптеку, купили лекарства, мокротовыводящие. Ну, там что-то, как-то они не особо помогали, очень долго это время было, пока я их там пила, не пила, они были невкусные какие-то, со вкусом дрожжей, не дрожжей, как его, со вкусом соды были, такие противные лекарства, что-то они... Ну, они долго очень, конечно, не помогали, хотя по отзывам я почитала, что они довольно быстро помогают. То есть, ну, у меня по идее должен был быть сухой кашель, но я начала пить мокротовыводящие и, конечно же, что-то такое. Вот, на третий день теплохода у меня уже начал закладывать нос, такое ощущение было, что там просто сухость, носу сильно, как будто, знаете, слизистая, высохла. Вот, но обаяние ещё было, потому что я помню, в последний день теплохода, нам уже уезжать домой, ещё у мужа стоял там чай, я понюхала, чаем пахнет. То есть, всё хорошо. Я уже не могла дышать спокойно, это было невыносимо дышать. Я уже просто ходила в маске, в маске у меня появлялась какое-то такое... там, мокрота, и я более-менее дышала. С собой я брала, конечно же, Акваморис брала, вот этот вот. Он вообще мне не помогал. Было ужасно. Я засыпала просто с открытым ртом и просила мужа, чтобы он долго не спал, потому что я боялась, что я задохнусь. Просто если я начну... Ночью, то есть, я усну и начну дышать носом, то я могла задохнуться просто. Мне было очень страшно. И он долго не спал, ждал, пока я начну дышать носом. Ну, потом он говорит, что ты дышала носом, и тогда я лёг спать. Там это было, что-то произошло, там в 3-4 часа ночи, там утра, что-то такое вот. То есть, вот он ждал. Вот. И потом мы приезжаем домой. Дома, значит, на следующий день мне что-то вдруг захотелось прибраться. Я по... Не знаю почему, но я полезла к всяким шампуням. Здесь идей, что шампунь, там гели для душа, и они так очень сильно такие... Вот прям сильный такой запах был. Я его открываю, нюхаю и понимаю то, что я не чувствую запаха вообще. То есть, ноль. Я его наматываю, ну, как бы беру там пальчиком, значит, размусоливаю и понимаю, что я вообще его не чувствую, просто не чувствую. И у меня вообще был просто страх. Я думаю, как так? Я что? Я заболела короной? Быть такого не может. Как мне было страшно. Звоню мужу, говорю, так и так. Он говорит, ну, у тебя там вроде нос был заложен, наверное, у тебя просто нос заложен, поэтому вроде так это... Ну, ладно. На следующий день, значит, я просыпаюсь, у меня уже появляется слабость. Слабость сильная была, такая слабость. Я уже просто легла, лежала. Ребенок меня просто уже начинает. Мам, пойдем покушаем. А мне так лень была, такая слабость. Сейчас, сынок. Ааа, там стою. Но температуры особо как бы не было. Ну, не знаю, я не особо ее чувствую, если честно. Я даже не стала, по-моему, мерить. Я боялась просто померить. Там покормишь ребенка, опять ляжешь, покормишь. На следующий день я подумала, что если я сейчас опять так же лягу, я просто уже начну лежать постоянно. Что надо что-то делать. На следующий день я уже просто встала, и через силу, через усталость, через слабость я уже просто делала дела. Кстати, да, на теплоходе у меня тоже была сильная слабость. Я очень сильно уставала. Очень прям вообще стоять, я помню, особенно там куда-нибудь повезут нас, и надо где-нибудь, около какого-нибудь там памятника стоять долго. Я не могла. Была очень сильная тоже слабость. Вот. Я домой приползла, я прям вообще так сильно устала. Вот. То есть, ну, конечно, я поняла то, что, видимо, я болею короной, раз у меня обаяние пропало. И как раз уже перед этим, или в этот вот момент, у меня уже начал появляться кашель, не сухой он, а он уже вот благодаря этим таблеткам, он уже какой-то непонятный. Я подумала, раз у меня там макрода появилась, ее надо вывести. Я заказала через Бераптеку, мне привезли домой доктор Мом, выводящий мокроту, я начала пить его, и постепенно у меня начала отходить мокроту. Был кашель очень сильный. Он, его было, знаете, этого кашля было очень много, его было реально очень много. То есть, ну, я просто его сама вот переделала, потому что, я не знаю, я сплевывала эту мокроту. Так же, конечно, контакт с родственниками у меня был. Вот. Как бы, было непонятно, как так, мокрота, то есть, ну, кашлясь мокротой, и нет опаяния, что-то странное. Ну, мама сделала прививку давно уже, там, к этому времени, бабуля тоже, я с ними контактировала, практически ели за мной тарелки, они не заболели. Ребенок тоже не заболел. Вот. Потом, значит, дома я, конечно, уже начала, когда приехала, муж купил маленькую такую вот, вот я сейчас просто, к сожалению, не нашла, я хотела показать вам. Грушу такую вот маленькую, как есть вот груша, вот такая вот, кругленькая, с пупырышком. Я начала промывать нос. Мама у девчонок на работе узнала, что делать. Вот. Потому что идти с ребенком, то есть, ну, идти в больницу, то есть, ребенка мне оставить не с кем. То есть, с ребенком идти в больницу, для меня это было сложно. Там, в какую больницу, как там пойти, что там будет, какие будут очереди, кому я попаду, что будет дальше там. Вдруг я там, что-нибудь еще зацеплю. то есть, вот это вот всего, как бы мне не надо было. Я думала, ладно, пока все нормально, можно дома лечиться. Вот. Промывала нос ромашкой. Ромашкой промывала я что-то, раз в три, что ли, на дню. То есть, в одну ноздри вливаешь, в другое должно вытекать. Но мне было страшно, и мне вытекало все из той же самой ноздри. Но вдруг она попадет куда-нибудь в дыхание, там, куда-нибудь в легкие попадет. И так же промывала вторую. Становилось легче. Постепенно, постепенно становилось легче. Потом, значит, я уже начала промывать солью. Чуть-чуть там, чуть-чуть капельку соли разводишь на небольшую такую вот, где-то пиалочку, где-то такую, кругленькую. Вот. И промываешь солью, конечно, немножко получше становилось. Морская соль там какая-нибудь. Вот. То есть, промывала ей я. Потом еще у меня было, а иногда я еще акваморисом пользовалась на даче, потому что промывать на даче сложно. И периодически, когда мне было очень сильно, очень, ну, прям, реально я не могла дышать, мне было очень тяжело дышать, особенно это на даче было, я уже пользовалась вот таким вот. То есть, я посчитала отзывы, якобы от насморка помогает. Если не могут воспользоваться, он что ли это? Да, это он. Вот. Если воспользоваться, то, прямо, дыхание восстанавливалось. Все. Вот прям дышишь, реально, как раньше. Там сколько-то часов проходит, и опять все заново начинается. Не знаю, там на сколько часов он. Не знаю, часа 3-4, и опять начинается все заново. Я хотела вот Асим лечиться. Мама говорит, что это не лечение, это все фигня, надо ромашкой, надо вот акваморисом. Акваморисом, по-моему, я через каждые 2 часа что-ли брызгала тоже, пока мы на даче были. Вот. То есть, сложно все это. Вот. Обаяния не было недели, так 2, наверное. Вот. Честно, знаете, без обаяния жить очень сложно. Я всегда считала, что очень сложно жить без глаз, да, там без, не слышишь там, да, пение птиц, музыку, голос своих родственников, да, там, ну, не видишь, да, не можешь выйти там, никуда, сидишь дома в темноте, как будто постоянно. Я думала, это самое сложное. Но без обаяния тоже оказывается сложно. Элементарно, весной, допустим, выйти на улицу, ничего, не чувствуешь запах цветов. На дачу приезжаешь, не чувствуешь еда, там, в гости, там, приезжаешь, что-нибудь, ну, или просто, даже, просто, ладно, садишься за стол, там, тебе наложили стол, садишься за стол, не чувствуешь запахов. Залазишь в холодильник, ты не можешь проверить, протухла эта еда или нет. Ты нюхаешь и не знаешь. Не знаешь просто, ну, нормально вообще, но там свежий или нет. Блин, это было, это реально для меня было очень сложно. Начало постепенно появляться обаяние, а, наверное, знаете, не настолько уже сухость там носика началась, уже более-менее что-то стало появляться, как-то я начала уже более-менее дышать, вот, но я уже начала брызгать вот этим вот средством, это вот, я аллергик, вот, то есть, ну, у меня бывает слизистые, высыхает в носу, я брызгаю, но зефрин называется, вот, я им начала брызгать, и у меня уже более-менее он начал дышать, более-менее, вот, кашель там постепенно он прошел, то есть, вот этот доктор Мом, вылечился, вылечился, я, наверное, там где-то в этом, в августе, я не помню, какого августа, я вылечился, но уже более-менее, более-менее, стало становиться лучше, болело я даже, сейчас уже не вспомню, сколько времени, но, в легкой форме, потом я спустя время узнала, я еще тогда до конца не верила, что это корона, честно, не верила, узнала, что окажется свекровь, тогда уже, когда я к ним в гости приходила, они уже болели, коронавирусом, оказывается, я от них цепанула его, вот, и они болели, ничего мне не сказали, уезжали, потом снова приезжали, опять там мы с ними контактировали, они, оказывается, болели довольно сильно, довольно плохо им было, ну, похуже им было, чем мне, они даже какие-то лекарства пили, разнообразные там, не сильно плохо, но похуже было немножко, я, конечно, только доктор Мом, и только вот эти вот, температуры почти не было, один раз только вечером, я померила температуру, у меня было 37,2, по-моему, и все, то есть, потом я больше не мерила, как бы, я не чувствую ее, и все, вот, потом это вылечилось, честно, после коронавируса, наверное, остается, хотя я болела поверхностно, конечно, но первые, наверное, месяца так два, когда идешь по улице, или дома, допустим, что-то интенсивно начинаешь делать, там, приседать, там, побежишь, или вот наклонишься, встанешь, ну, какая-то вот работа такая вот, интенсивная, открывается у меня вот тут внутри пятое дыхание, оно как-то так неожиданно открывается, и оно так какое-то время есть, 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 там, не знаю, минуты, две, три, а потом оно как-то раз так вот исчезает, а когда дома, ну, еще ладно, я хоть дома, а вот когда на улице, вот, идешь, 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 а раз там надо где-то пробежаться, где-то перебежать дорогу, там, или ты торопишься, надо идти быстрее, быстрее, то вот это вот пятое дыхание открывает, и, честно, становилось мне очень страшно, мне казалось, что я сейчас упаду куда-нибудь там в обморок, мне станет плохо, не знаю, вот не по себе, ну, вот, короче, вот так вот я болела, сейчас уже прошло где-то 4 месяца, ну, плюс-минус 4 месяца, как я уже вылечилась, как я уже не болею, вот, собираюсь ли я делать прививку, честно говоря, я не знаю, потому что муж и его семья, они против всех этих прививок, моя семья вся, практически моя семья, прививки сделали, все супер, все хорошо, вот, а, кстати, да, от коронавируса у меня недавно умер дедушка, так получилось, что он заболел, и врач долго не могла понять, чем же он болеет, а прививку делать, не прививку, а анализы сдавать на корону, она не хотела, его отправлять там куда-то, его что-то там это, не помню там уже, вот, и очень долго его не было назначено лечением, потом, в конце концов, он попал в больницу, там уже сделали все, сдали, вернее, все анализы, оказалось корону, и он умер, вот, вместе с ним находился мой папа, он прививку сделал, но поскольку он, дедуля болел очень сильно, и очень долго, почти он там целый месяц, они не могли понять, чем болеет человек, ему очень было плохо, папа с ним контактировал, то есть ел из одной тарелки, то папа поверхностно переболел короной, то есть тоже чуть-чуть, у него там чуть-чуть была слабость, немножко температурка, пропало обаяние чуть-чуть, там какое-то время, и все, то есть, ну, за счет того, что папа сделал прививку, то есть, представляете, да, он сделал прививку, он чуть-чуть переболел, А если бы у папы прививки не было, он бы вместе с дедулей болел бы очень сильно. Вот, не знаю, вот этот момент интересный. И, допустим, тот момент, то есть свекровь у меня поверхностно чуть-чуть заболела в лёгкой форме, да? Ну, я от них заразилась в более лёгкой форме. Ну, они пили какие-то лекарства, не знаю даже. Я помню, что она звонила и сказала, что ей не жарко, но при этом с неё текёт пот. Вот, я помню вот этот момент. Я думаю, как так? Человеку не жарко, но с него текёт пот. Я думала, блин, это что-то странное. То есть, ну, они болели, видимо, но не сильно. Я потому что поверхностно. Вот. Короче, вот такая вот у меня длинная история. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их. Если честно, я бы, знаете, засела бы в какой-нибудь такой подвал с продуктами, там, с ребёнком, чтобы вообще просто не выходить. Или, знаете, наверное, в какой-нибудь вот на остров, там, или вот кто в лесу, в деревне, вот кто живут, где вот вообще нет никаких контактов. Вот туда бы, честно, вот уехала, чтобы пережить этот коронавирус в спокойствии, в тишине, чтобы ничего там не зацепить. И просто бы вот там жила бы, и всё. Или в подвале. Когда вот только началась эта эпидемия, начался этот коронавирус, я помню, мы сидели вообще дома. Просто не вылазили даже из дома. Мне кажется, даже на улице было очень мало людей. Когда там уже даже люди, в принципе, работали на удалёнке. У нас на улице вообще не было людей. Пусто было. В магазинах было пусто. Сейчас там вот был отдых, да, там неделя отдыха. Я прихожу на рынок за творогом, а там куча людей, просто куча. У нас просто куча людей ходят по улице, ходят там на рынок, в магазинах, очереди везде. Никогда такого не было. Никогда не было такого. Видимо, людям надоело, что ли, сидеть дома. Все там идут в магазин, все идут. Неделя отдыха, главное, не будут пересидеть дома. Они все бегут. Все бегут в магазины, в магазинах очереди, там что-то покупают. Такое ощущение, знаете, как будто перед Новым годом. Огромная там куча людей бежит по магазинам. Скорее-скорее надо оторвать, надо скорее успеть, успеть там купить. Было вот так вот. Не знаю, избавимся мы от этого коронавируса когда-нибудь или нет. Там люди делают прививки, а всё равно в итоге переболеют этим. Ну, хотя бы не в сильной форме. Но переболели. Переболевают. Напишите свои отзывы, не знаю, свои какие-то истории, кто у вас там болел. Кстати, дедуля, он тоже сделал прививку. Он, получается, делал у меня прививку где-то в мае. Короче, прошло ровно прям полгода, как он сделал прививку. И где-то как раз прям полгода, и там вот как раз он зацепил. То есть он, получается, либо зацепил уже, как прививка, закончил своё действие, либо он зацепил, как прививку уже несколько дней или неделю-две, как заканчивал. Потому что я не помню, я помню, что он в мае сделал, а заболел он где-то в октябре. То есть май, по-моему, вроде около мая, я помню. Не знаю, ну, наверное, прививка как раз заканчивала своё действие уже, и он заболел. Но поскольку, нет, может быть, его, конечно, можно было вылечить, кстати. Но врача вызывали, вызывали на дом врача. Да, но на всё что-то нет, у него что-то кишечник, что-то там инфекция кишечная, нет у него что-то другое. Он назначал всякие лекарства, папа покупал разные лекарства. Но они не помогали, ему становилось хуже, хуже, хуже. То есть, ну, может быть, он заболел чуть-чуть, а поскольку было потеряно большое время, то есть, ну, так вот случилось. Многие из нас, мне кажется, потеряли своих родственников с этим коронавирусом. Показывали, даже я видела кадры в ютюбе, показывали кладбище, новое вот это вот кладбище, где хоронят как раз людей, хранят потому, что уже просто негде, и занимают поля, на которых раньше цвела пшеничка, там ещё что-то. То есть, поля уже начинают занимать, а избавиться мы от коронавируса никак не можем. Никак у нас что-то почему-то не получается. Я, конечно, надеюсь, что это когда-нибудь случится. Конечно, ходить в маске, в принципе, я уже привыкла, если честно. Ну, приходится, так приходится. Слава богу, они хоть сейчас продаются везде, а то, когда всё это началось, маск не было, ходить не в чем, неизвестно, что все начали шить сами, что-то там пытаться, что-то делать. А сейчас хотя бы гораздо проще. Так, показала вам, по-моему, все лекарства. Ну и на сегодня всё. С вами был канал Artmania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.